Житель Лисаковска Серег Нагашибаев иногда подрабатывает частным извозом. 14 сентября через приложение ему поступила заявка о перевозке в рудные сумки с вещами за 8 тысяч деньги. Мужчина согласился и связался с заказчицей, судя по голосу, молодой женщиной. Там квартира, говорит, бабушка не может спуститься, говорит, инвалид, вы можете подняться. Говорит, ну хорошо, поднимусь, говорит. Поднялся бабушка, сумку приготовила, она сказала, курьер, говорит, да, курьер, сумку забрал. А девушка утвердила, что два дня назад была, говорит, бабушке, что вещи забыла, мне срочно вещи надо. Мужчина отправился в путь, однако по дороге его начали терзать сомнения из-за странного поведения отправительницы, которая постоянно во время его визита разговаривала по телефону, из-за стоимости заказа. Мужчина решил убедиться в законности посылки. Проверку сумки он даже снял на камеру мобильного телефона. Сомнение было на мошенничество. Открываем деньги, а здесь три миллиона, как сотрудники сказали, бабушка передала три миллиона мошенникам. Типа внучка попала, наверное, куда-то. Вот мы сейчас ставим и ждем здесь на трассе. О деньгах мужчина сообщил полицейским. Как выяснилось, мошенники разыграли известный уже многим сценарий. Сообщили якобы о том, что ее дочь совершила ДТП и для этого нужны деньги, чтобы никакого дела не было. Бабушка испугалась, как обычно, собрала все свои деньги и передала мошенникам через водителя такси. Как выяснилось, такси вызвали сами злоумышленники. Они же все время продолжали разговаривать с пенсионеркой по телефону, чтобы она не перезванивала дочери и не звонила в полицию. Поэтому выйти на их след или задержать курьера, который должен был встретить посылку в Рудном, оперативникам не удалось. Бабушка проболталась по телефону, что пришли сотрудники и уже злоумышленники перестали выходить на связь с бабушкой. Заподозрив это, конечный адрес был проверен, но... В итоге деньги в присутствии полиции были переданы Серикам Многошибаевым, дочери пенсионерки. За что женщина поблагодарила бдительного мужчину. Насколько нам известно, в областном департаменте полиции решается вопрос о поощрении Серика. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, при содействии телекомпании «Акцент», Лисаковск.